Киевский вокзал снаружи. Давайте посмотрим на различные его архитектуры. В общем, смотрите, начнем мы, наверное, с выхода, который с правой стороны. Прям запомните это место. Еще главное написано подъезд 1, экстренс 2. А, это типа не один, это скорее всего этот, ну, знак разделения подъезда и экстренс. Значит, подъезд номер 2. Сейчас вначале давайте обозреем с той стороны, а потом как раз телепортируемся сразу сюда после обзора. Я вам покажу его с той стороны. Итак, поехали. Для начала давайте загадаю загадку. А загадка такова, что будет, если повернуть направо три раза? Вот прям ответ, наверное, самый простой. В конце ролика скажу отгадку на эту загадку. Ну и, в общем, это все-таки сейчас мы перед собой видим главный вход на Киевский вокзал. Здесь прям такие колонны. И сейчас обойдем его вокруг. Ну, конечно, вокруг мы его сейчас... Я не знаю даже, сможем обойти или нет. Здесь получается памятник Ленину. Ну, как памятник? Портрет каменный. Напишите в комментах, как это правильно называется. Ну, и вот здесь такой, значит, здесь такой большой прям вход. Я как раз сейчас решил сразу заснять, пока еще не стемнело и пока еще дождь не начался. Сейчас такой, знаете, перерыв между дождями. Здесь прям, смотрите, такая большая башня. Это даже часовня. Она указывает время. И, кстати, правильно указывает. Сейчас до полседьмого вечера. Сейчас пройдемся чуть подальше. И увидим дальше Аэроэкспресс. Вот он самый уже вход за этими колоннами. Ну, и пока идем, сейчас также дам объявление. То, что занимаюсь подбором персонала на рабочие места. В общем, есть работа по локации, где нужно прям находиться физически. Есть работа дистанционная, где можно работать хоть у себя с дачи. Ну, у себя на даче из любой деревни этой планеты. А есть также графики и свободные, и фиксированные. Свободные также, когда деньги потребовались, тогда вышел, поработал. На следующий день или на через день уже деньги на карту получил. Деньги на карту принял. А когда это... А, ну, есть еще также и свободно фиксированные графики. Ну, например, когда нужно работать 2 часа в сутки. То есть, какие именно 2 часа, ты выбираешь самостоятельно. Это днем, ночью, утром, вечером. Не важно. Ну, и дальше, значит... Мы пока прогуляемся чуть подальше. Город Отель. Отель. Это я не пойму. По-моему, как раз мягкий знак. Отель. А, ну, что, совсем что ли близко нужно подойти, чтобы надпись высветилась. А через дорогу, значит, находится торговый центр европейский. И такой тоже своеобразный торговый центр. Такой же, как и вообще этот район. Район, конечно, такой, очень небезопасный, сразу скажу. Вообще, в целом, вокзалы это не самое безопасное место. Но даже самое опасное место в Москве. Можно и пропасть без вести. Могут и обократь. Поэтому все-таки где-где, но на вокзалах поосторожнее. Вокзалы это не то место, где можно расслабиться. Так, ну и дальше, получается, у нас идут... А, сейчас скажу там. Ну, а здесь вход в метро. Где-то вход, где-то выход. Да, вот здесь вход, там выход. Станция метро Киевская. Здесь, я скажу, вот эту даже площадь сделали совсем недавно. Я помню, когда здесь еще лет 10 назад, буквально, была проезжая часть. А чуть подальше там уже будут посадки платформы на поезда ближнего следования. Ну, это по Московской области и в соседние области. Вот здесь у нас вход запрещен. Не запрещен, а запрещен. Это знаете как? Хотите выделиться сейчас, наверное, серой толпы? Просто не уродуйте русский язык и пишите букву Ё. Там, где требуется писать букву Ё по грамматике. А то как-то даже очень убого выглядит, когда на официальных каких-то надписях или постах вместо Е, ну, точнее, вместо Ё написано Е. То есть, в общем, изуродовали русский язык. А сейчас знаете как? Я попробую даже найти тот самый вход. Я просто уже не помню, где он здесь находится. Возможно, он уже давно перекрыт. Но когда-то на этом вокзале был проход, как можно было попасть на сам вокзал без охраны. Ну, я имею в виду без того, что тебя охранники встречают. Это, я помню, в далеком 11-м году, 12-м была такая эпоха, когда на вокзалы пускали только с билетами. И, значит, а я жил на метро Молодежная. И как раз часто бывало такое, что... Ну как, раз пять, наверное, такое было, что я просто не успел на метро. И, значит, работал я в графике 2 через 2 тогда, в районе Волоколамская. А, ну, не, как, это я потом уже узнал, то, что оттуда можно по Волоколамке дойти. А тогда я, получается, от Сходнинской или от Планерной. Но, в общем, ехал через центр. Как раз через Киевскую. И бывало такое, что я вот, когда опоздаю в метро, то чисто перекимарю на вокзале. И как раз получается, как раз получается так, что сразу потом после этого ехал на следующий рабочий второй день. Так, здесь у нас павильон московского транспорта. Если хотите, даже могу чуть попозже вам его отдельным планом показать. Вот справа от нас когда-то вообще был рынок. Вещевой прям рынок. И, ну, лет 15 назад он еще точно был. Ну, и потом, значит, рынок снесли. Здесь понастроили какие-то перестройки. Что-то перестроили. А, ну, и да, я, получается, не рассказал. В очередной раз, когда меня, ну, когда я не успел на метро, на вокзал Киевский, без билета не пропускали. А я ту местность уже тогда знал, наверное, буквально, наверное, как свои пять пальцев. И получается так, что не пускали через официальный вход. Я обошел через подземный переход. И оказался я тогда на перроне поездов дальнего следования. А оттуда я также спокойно потом зашел в зал ожидания. Вот как-то так. Но так делать не стоит. Я сейчас даже говорю не про то, что сейчас там законы ужесточены, там что-то еще такое. А про то, что вокзал это вообще очень опасное место. Как бы, если вы сюда приезжаете, то лучше отсюда побыстрее куда-то сдрыснуть, в общем, смотаться. Я когда-то, кстати, работал в этом торговом центре на протяжении, наверное, года полтора, по-моему. Ну, такое, знаете, очень сомнительное место в плане контингента. Мне когда-то казалось, что сюда стекаются все бичи вообще со всей Москвы. Вот всякие там барыги околовокзальные, ну и так далее, ну и так далее. Но не знаю, как сейчас, но вот когда я там работал в году так, в 15-16-м, было именно так. Очень прям такое бичевое место. Очень много дикарей здесь, зверей, так сказать. И, ну, было. Сейчас опять же, я здесь сейчас уже при вас тусуюсь минут, больше 10 минут. Сейчас пока что еще ни одно сомнительное лицо не увидел. Кстати, чуть попозже даже покажу, где раньше был прям такой лагерь бомжей. Это, знаете, как сейчас в других странах, там какие-нибудь есть такие лагеря бомжей. Вот так же и... В общем, за этим фонтаном, но фонтан мы отсюда не видим. Это, я думаю, потом, когда буду делать обзор на площадь Киевского вокзала. Я вам это покажу. Так, здесь экспресс в аэропорт, пригородные кассы, пригородные поезда. Но, в общем, дождь мне разрешил пока что как раз доснять это все до конца. Там, если вы выйдете на дорогу и посмотрите на горизонт, то очень такое... Очень красивый пейзаж, в общем, на горизонт. Очень красивый вид на горизонт. Но это нужно прям туда выйти, на ту дорогу. Сейчас еще... Все-таки я решил, знаете, не прерываться, не телепортироваться. Как раз решил обратно, пока иду, засниму ту сторону. Там где-то еще фонтаны. Я не знаю, сейчас они играют эти фонтаны или нет. Отсюда не видно. Вон там прямо мост влюбленных, как его называли в народе. Или же в народе еще называют его стеклянным мостом. Там, я помню, когда-то даже снимали рекламу. Но, если помните, по телевизору показывали в году так 11-м по всей стране. Там что-то там какое-то кофе. Не помню, какая марка кофе, но, типа, там встречаются мужчина с женщиной, обнимаются. И такая получается. Дальше цитата. Там кофе такое-то, кофе, которое пробуждает желание. Как-то так. Ну и здесь давайте все-таки досмотрим это крыло. Я, если честно, здесь, по-моему, особо толком никогда и не был. Как-то не доводилось сюда заходить. Был вот в этой гостинице. Сейчас это гостиница славянская. Рэддисон. Раньше эта гостиница, ну, это сеть гостиниц, называлась гостиница Украина. Вот. Сейчас, опять же, в связи с последними тенденциями, название переименовали. Ну что ж, и, значит, здесь у нас тоже закрытый вход в киевский вокзал, подъезд номер 3. И сейчас все-таки давайте я прям до конца дойду. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, будет это перрон приезда и посадка на поезд. О, там стоит какой-то, по-моему, Rolls-Royce. Это, вспомнил тоже такой анекдот, встречаются два коллеги на работе. Один говорит, у меня сын родился, я его назвал Мазерати. Второй коллега спрашивает, ты что, придурок? Для чего? А тот отвечает, ну, зато у меня теперь есть Мазерати. Вот как-то так. Так, ну, и здесь, значит, по сути, скорее всего, все закрыто. Я имею в виду на вход. Если есть что-то на выход, то, скорее всего, это работает только на выход. А, ну да, получается, сюда поезда приезжают. И, значит, вон там, через тот крытый участок, можно выйти на улицу. Ну, а смотрю, вот, вроде бы человек откуда-то там вышел. Откуда-то там. О, здесь еще с чемоданами ходят. Скорее всего, там какой-то выход есть. Ну, давайте прям до конца дойду, посмотрим. А если уж я сюда приехал, если уже дождь не начался, то давайте глянем. Так, значит, вижу маршрут Москва-Анапа. Ну, да, правильно, надо же как-то вокзал-то работой нагружать. А то многие маршруты отсюда сейчас уже не работают по причине последних тенденций. Поэтому все-таки, чтобы вокзал просто так не стоял, он также работает в штатном режиме. И поезда также отсюда ходят, чтобы и рельсы не ржавели, чтобы и другие вокзалы более-менее разгрузить. Потому что я когда был на Казанском, ну, там вообще жесть, я такой смотрю, поезд за поездом. Один поезд приехал, другой уехал. Ну, ладно, в принципе, снаружи мы его увидели. Теперь попробую его посмотреть изнутри. Ну, и ответ на ту самую загадку. Загадка была такая. Что будет, если ты три раза повернешь направо? Правильный ответ – это ты повернешь налево. Но вы поняли, да, если ты три раза свернешь направо, то по факту ты повернешь налево. Ладно, пишем комменты по поводу объявления по работе. И палец вверх, подписка на канал. До встречи в следующем выпуске.